Всем привет! Продолжаем изучать работы художников, скульпторов Ээро Яронфельд в Ерме или сжигание валежника, 1893 год, холст масла 131 на 161. Ээро Яронфельд по праву входит в число талантливших живописцев реалистического направления в Финляндии. Он прославился работой «Наемные рабы» 1893 года, в которой изображал крестьян, занимающихся подсечно-огневым земледелием. Представленная картина продолжает затронутую тему. Запечатлен один из самых древних, примитивных и тяжелых способов обработки земли в условиях леса. На плотне группа крестьян готовит почту для будущего посева. Деревья рубили или подсекали, оставляли на год для просушки, ну а потом сжигали. Зола является прекрасным удобрением, но, к сожалению, такой метод быстро исчерпывал возможности местности. Подсечно-огневой способ обработки земли был распространен в Финляндии и северо-востоке России. И Арнефельд написал это произведение на стыке реализма и натурализма. Однако изображенные условия труда настолько тяжелые, что вся сцена с изможженной девочкой в центре напоминает крик души, свойственный скорее такому направлению, как экспрессионизм. Он появился десятилетиям позже в качестве одного из течений социальной критики. Для художника характерна любовь к густым, насыщенным теплым тонам. Они добавляют тревожности в атмосферу холста. Темная палитра вторит суровым условиям жизни крестьян. Это немирная картина, запечатленная мастером, например, в работе «Лето, ночь, луна». Это документ незавидного положения тружеников. Ну, вот такое описание к работе Ээра Янфельда в «Ярме» или «Сжигание валежника» 1893 год я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok